А у нас уже в студии з'явився гисть, я кого я анонсувала, это Кристор Парис, эстонский журналист и редактор газеты... Эйстипай Валехт, так называется. Да, лучше, если вы, вы говорите название этой газеты, самая большая, я так понимаю, одна из самых крупных, самых влиятельных газет в Эстонии. Ну да, Эстония, конечно, маленькая страна, у нас настолько много газет нет, но все-таки да. Миллион триста тысяч населения. Точно так. Но это все-таки значит, что если кто-то уже журналист, он или она может настолько влиять на общество, что мы чувствуем, что мы делаем важное дело. Да, это очень хорошо, это очень, наверное, для журналиста очень важно чувствовать, что то, что он делает, имеет какое-то значение. Точно так. Кристор, я знаю, что вы работали очень много лет в Москве, вы были корреспондентом первого телеканала эстонского в Москве. И очень хорошо знаете о тех методах, которые использует и российская власть, и российские медиа в различных ситуациях. На примере Эстонии, расскажите нам, как происходили, вот как медиа русскоязычные и российские влияют на ситуацию, пытаются влиять на ситуацию настроения в Эстонии. Ну, у нас общество разделится на два, у нас есть там русскоязычные около 30% и тогда эстонцы. Это значит, что русские у нас, большинство, они просто смотрят на первый балтийский канал, который транслирует просто новости из России. Ну, это значит, что они получают ту же самую картинку, которую получают жители в Москве и так далее. И они очень пропутинские и так далее. У эстонцы, наоборот, вот у нас были такие опросы, что события на Украине, кто кого поддерживает. У нас в северо-восточном части Эстонии, там живут более 90% русскоязычных. И там так, что 80% поддерживало Путина или версию России, и только 20% западных стран или Украину. А в эстонскоязычном населении это наоборот, это очень сильно говорит о влиянии российской пропаганды. На эстонцев это настолько не работает, насколько эстонцы просто у нас есть языковый барьер, настолько не посмотрят на русское телевидение. Ну, это все просто результат того, что, да, у нас есть свободно, можно смотреть все российские телеканалы, и часть общества посмотрят на них, а часть нет. Ну, вот вы говорите о той русскоязычной части, да, которая 80% получается поддерживает Путина, это почти как в России. Является ли это проблемой для Эстонии, потенциально, особенно там, ну, учитывая амбиции Путина возрождать и дальше русский мир на других территориях? В принципе, да, вот особенно это в апреле-май были очень огромные, огромный страх там у нас в Эстонии, что они будут использовать то тоже самые методы там. И сейчас, например, происходят, уже дискуссии закончили, у нас будет составлен новый русскоязычный телеканал, например, чтобы противостоять эту пропаганду. Ну, конечно, все умные люди, они понимают, что вряд ли мы можем очень-очень много делать против такой массовой информационной кампании, у нас просто не хватает средств, и, ну, хотя мы что-то попробуем. У нас тоже были там дискуссии об этом, если, может быть, закрывать эти телеканалы, чтобы выключить из наших сетевых каналов, но мы получили к результату, что если мы это будем делать, мы будем себя вести как они, это значит, что мы так не хочем, мы никогда какой-то тезуры не будем, и так далее. Так что сейчас у нас просто есть такая надежда, что насколько уровень жизни в Эстонии настолько выше, чем в России, мы не говорим о Москве, а о этих районах, которые близко у нас, просто показывает, что эти люди, которые поддерживают полностью версию Путина Украины, они никак не хотят сейчас соединяться с Россией. Но там, конечно, наши ученые, которые там живут в Нарве, например, это город на границе России, они говорят, что, конечно, это такая не стопроцентная позиция, что это все может изменить, когда, например, туда на восточный берег реки Нарва приезжают российские войска. Кто знает, что так тогда. Так что, да, это, конечно, у нас потенциальная проблема, и сейчас вся дискуссия идет об этом, почему мы не делали ничего с русскоязычным населением во время всех этих 25 лет, когда мы были независимы. Так что мы сейчас просто должны противостоять эти результаты. Да. Вот вы вспомнили о том, что экономическая ситуация все-таки в Эстонии намного лучше, чем в России, и это, наверное, та сильная сторона, которая по сравнению с Украиной есть у Эстонии, чем она может даже вот этих граждан, которые смотрят российское телевидение, привлекать. Я вот вспомнила, как раз читала пост коллеги нашего журналиста Виталия Сыча, который сейчас в Таллине, и вот он как раз тоже писал о том, что он общался с одним из эстонцев там, и вот я просто процитирую слова этого человека, может мы сможем показать этот пост на экране. Вот он говорит, этот эстонец, что они, конечно, могут путаться, они же смотрят российское ТВ, но они же не идиоты, пенсии и зарплаты у нас вдвое выше, чем в России, переезжать в Санкт-Петербург дурных нет. У нас пенсия 400 евро, а у них где-то 200. Вот такой простой рецепт сохранения территориальной целостности, пишет наш коллега. Да, на самом деле, наверное, это все-таки важный фактор, пропаганда пропагандой, а есть реальные условия, в которых люди живут, и все-таки, чтобы им с телевизора не рассказывали, когда они видят, что жизнь в этой стране или в этом регионе намного лучше, чем в другом? Ну да, конечно, конечно, это такая ситуация, если смотришь в окно и говорят, что там светит солнце, а в реальности дождь, ты же не веришь, что это солнце. А если вот говорят, что через 100 километров там солнце, они тоже, тогда уже будешь сомневать. Ну и там, конечно, есть вот такие разные вещи, что делать с населением там в северо-восточном Эстонии. Например, наш бывший премьер Андрюс Антип, он сказал, что никакой телеканал не нужен, это просто кто-то будет смотреть. Мы никогда не можем противостоять российскую пропаганду, это значит, что гораздо лучше построить что-то, дорогу для велосипедов, новые бассейны, типа такого, чтобы просто показать, что у нас здесь лучше жить. Но есть и другие мнения, конечно. Ну да, это все-таки есть какая-то борьба за умы тоже, да, не только там за желудки, не только показать, что хорошая жизнь, но на идеологическом каком-то уровне все равно. Просто у нас самая главная проблема с русскоязычными в том, что очень много из них, они не чувствуют, что они часть общества, что они могут найти свое место в нашем государстве. И что вот с ними есть такая проблема, может быть, как здесь, на Донбассе, что люди не чувствуют, что от них что-то зависит. И поэтому они посмотрят на прекрасные кадры из Москвы, которые богатые, где люди вроде бы живут хорошо, где есть порядок. И они понимают, что хорошо, у нас там Ивангородик, который за границей, все плохо, но все-таки это же периферия, но там, где Путин, там все хорошо. Вы 10 лет работали в Москве. Не 10, а 5. В какой период это было и как вот вы во время, да, вот в этот период, как вы замечали, какие изменения даже в самой работе российских медиа, в работе к отношению к иностранным журналистам, к вам как к журналисту из Эстонии? Это был интересный период, насколько было время Медведева. Я начинал сразу после войны в Грузии. В это время в России они попытались разные формы правительства, они попытались включать мнение людей, они попытались, если бы, дать побольше свободу. И это было очень интересно. И в то же время результатом были, вот как я называю, белые революции, огромные марши и так далее. Это значит, что они где-то в конце концов решили, что это была ошибка, если смотреть со стороны Кремля. И как журналист там работать было, ну, в принципе, не так плохо, как можно ожидать. Там особенно во время Медведева были разные круглые столы, там разные дискуссии, очень свободно. И особенно когда я работал как иностранный корреспондент, для иностранцев почти никаких ограничений не было. Конечно, если бы ты хотела комментарии от Кремля, от правительства, там была бы просто стена, ну, такие закрытые общества. Ну, и с парламентом ты бы смог послушать очень разные мнения, большинство из них такие сумаседшие, там очень много клоунов есть в Госдуме. Не только Жириновский. Не только Жириновский. У нас там, например, тогда, когда я начинал, был Сергей Марков, никто его не знает, но он... В Украине знают. Ага. Он, да, очень известный у нас, там, в принципе, если хочется спросить, а сколько времени тогда? Ну, я не знаю, как у вас там, фашистская Эстония, но у нас есть вот так и так. Вот такой смешной человек. Ну, самое главное, что несколько людей в Эстонии принимают его всерьез. Ну, тогда это все начинало измениться. После 6 мая 2011 году, когда они в Болотные, ну, они не разбили митинг, но там все-таки арестовали сотни людей, и некоторые из них до сих пор сидят, и после того все начинало измениться. Вот этот намек на цветную революцию, которой так боится Путин против борьбы, с которой он снова сегодня говорил. То есть это такой был поворотный момент. Точно, и после того, как мой последний год, я только чувствовал, что задыхает, что там люди уже опять стали бояться говорить открыто, и все эти дискуссионные панели, они сократились, и так далее, и так далее. Это все как-то, как заключение каек, это пошло на очень высокий уровень. Но еще, что я услышал сейчас там, это просто ужас. Мои коллеги там, которые остались, они говорят, что это совсем другое общество. Например, раньше делать там, особенно в пике этой революции, было очень просто делать вокс-попы на улице. Люди очень откровенно, очень критично говорили о Путине. Сейчас, это большинство, Крым наш, Крым наш, Крым наш, это как полезно такое. Просто как мантру повторяют эти слова. Да, у них есть такое мнение сейчас, что Россия окружена врагами, и надо быть патриотами, и говорить, что надо. Насколько я услышал от Клика, вот это очень сильно изменилось. Кристор, вот вы упомянули о том, что называют Эстонию фашистской в России, да, и российские медиа. То есть сейчас Украина уже фашистская, фашисты, хунта и так дальше, которые захватили власть в Киеве. Но на самом деле, эта же риторика о фашистах, она не новая, да, и Эстония через это тоже прошла, когда была история с бронзовым солдатом. Расскажите, пожалуйста, немножко больше о том, как тогда представляли эстонцы в российские СМИ, и насколько вообще вот эта фашистская карта, она в странах Балтии разыгрывается Россией. Это очень интересно. Например, если я спрошу в Москве, какое ваше представление о Эстонии, тогда они начинают говорить, вот у вас там марш эстонцев и так далее. В реальности эти марши есть, но в Латвии, а не в Эстонии. Так что они уже очень сильно перепутают. Ну, с прозванным солдатом, во-первых, я думаю, что это вообще была ошибка. Там стоял какой-то солдат, освободитель. Я жил там рядом и даже не заметил, что там есть такой памятник. А вдруг одна наша правящая партия решила, что это может быть хороший инструмент, чтобы повысить свою популярность. И решили его перевести. Но это делали так где-то в ночи, так очень тайно. И, конечно, для русскоязычных людей, для многих из них это как сакральный символ. И они пришли это защищать. И там, конечно, были еще, наверное, работали с массой людей, работали спецаконенты со стороны России. Хотя так нам говорят, я сам этого не видел. Но скажем так, что это так и было. И, ну, да, были такие беспорядки. После того или уже во время этого, ну, это фашистская карта. Я бы не сказал, что это побольше играли, чем раньше. Да мы уже привыкли, уже в советские времена эстонцы всегда в советских фильмах играли нацистских офицеров. Так что то, что у нас есть такая... Иммунитет уже выработался. Да, в принципе. Потому что называют фашистами. И я думаю, что иногда мы побольше нервозны об этом, чем русские сами. Те русские, которые там живут в Эстонии, они же видят, что там у нас концлагеров нет, у нас никого, в принципе, не дискриминируют. Хотя это можно сказать иногда, вот если посмотреть на статистику, у русскоязычных есть меньше зарплаты, у них есть повыше... Как это? Неработность нет. Безработица. Безработица, точно, да. И так далее. Но это все связано с этим, что просто если не говоришь эстонский язык, трудно найти работу, которая хорошо платит. Но с другой стороны, очень много было лжи в российской телевидении. Ну, например, что у них нет там гражданских прав. А это наоборот. Вот, например, даже без граждан, они могут голосовать на местных выборах и так далее, и так далее. Так что, ну, такие лжи и были. Но я думаю, что это как нашу картинку в мире очень много не мешало, не оскорбило нас. В том смысле, что те русские, которые думали, что мы уже фашисты, ну, они, да, они стали злым против Эстонии. Но это вот как после, например, двух-трех лет в Москве, я вообще ничего такого не чувствовала. Они сказали, да, у вас там была какая-то проблема, мы знаем, как с какими-то солдатами. У нас такие проблемы. Ну, так что, если Кремль, например, решает, что надо, начать какую-то кампанию против Эстонии и Латвии, тогда, конечно, все это обсуждают. Они знают, что вот какие-то проблемы. Но с другой стороны, Эстония, точно, полтора миллиона, даже меньше, это маленькая часть Москвы. Это не то, о чем русские люди каждый день думают. Нет, мы это все очень хорошо пережили. Спасибо большое, Кристор.